История – это множество маленьких историй. Каждый археолог хранит их в памяти, как драгоценные сокровища. Лариса Седикова вспоминает свою экспедицию с учеными из Техасского университета начала 2000-х. Тогда здесь ей удалось обнаружить почти что пещеру Аладдина. Когда мы начали раскопки, мы увидели помещение сгоревшее, рухнувшее, где на полу помещение, это была кладовая, сохранилось все, что там находилось. Там стояли пифа с зерном, с остатками оливкового масла, то есть уже косточки. Это были инструменты, это были какие-то ключи, замки, это были амфоры с вином, видимо. Это была поливная посуда, инструменты железные, бронзовые. В общем, столько вещей набитая, вот эта кладовая была набитой вещами. Почувствовать, что же на самом деле ощущает археолог, обнаружив в земле тот или иной фрагмент керамики, может каждый желающий. Правда, в тепличных условиях, без палящего солнца и проливных дождей, с подробной лекцией о том, как реставрировать найденное. Я очистила кусочек камешка, артефакта. Было очень интересно, но в то же время трудно. Не боги горшки обжигают, а даже дети. В итальянском дворике музея можно было побыть и гончаром, и создателем фибул, да и встретить тех, кто с этими фибулами ходил. Сотрудники музея и археологи на день превратились в римских легионеров. Традиция у меня пока не сложилась такой, как проводить этот день археолога. Ну, я всегда точно знаю, уже вот третье такое мероприятие подряд я в Херсонессе провожу вот в доспехе, да. Вот, хотя вот в 13-м году я в поле провел. У меня была очень интересная находка именно в этот день, день археолога. Вот, была терракотовая статуэтка в виде барана. Вот, был очень жаркий день, очень хотелось уже закончить поскорее. И вот под конец из раскопа вдруг вот такая вот голова барана появляется терракотовая. Даже показалось, что я перегрелся. Самая таинственная, романтическая и безнадежная из всех точных наук. Вот так с большим юмором и любовью к профессии отнеслись у строителей выставки в античном корпусе. В этих фотоснимках, которые имеют такой ретро-формат, такие квадратные, да, на старые дегеротипы чем-то похожи, вот. Тут смешанная такая хронология, но это определенный археологический дневник с довольно ироничными комментариями. То есть можно посмотреть вот такую типичную полевую экспедицию, такую историю. Многие археологи этот день проводят в полях. Самый разгар сезона, но уже сейчас можно подводить некоторые итоги. На протяжении весеннего такого периода у нас шли спасательные охранные раскопки по Гераклейскому полуострову. Связаны они с новостроечными проектами Севастополя и работали очень быстро в таких, ну скажем, сложных условиях. Ну а с мая месяца начинаются плановые работы. И вот в июне месяце мы начали плановые раскопки здесь недалеко от театра, совсем рядом в соседнем квартале у Южных Ворот. Открыт жилой квартал, открыты эллинистические слои, доследованы римские слои. Общей сложности на данный момент у ученых 20 открытых листов на раскопки. До конца года здесь планируют завершить 30 исследований. Ксения Егорова, Андрей Вовк, Севинформбюро.